Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Первые часы после аварии. Спасатели Нижневартовска рассказали, как проходила эвакуация на Мира-6А. Югорчанам не дадут замерзнуть. Как выглядит мобильный пункт обогрева внутри? Вернут серебряный век. В Няганьском Тюзе готовят концерт на основе стихов Ахматова и Мандельштама. И обо всем подробнее прямо сейчас. В Сургутском ожоговом центре умер житель дома-6 на улице Мира. Это тот дом в Нижневартовске, часть которого обрушилась из-за взрыва газовоздушной смеси. Число погибших в результате трагедии увеличилось до 10 человек. Сейчас на месте взрыва в Нижневартовске работают эксперты. Это сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института ГОИЧС. В составе группы 5 человек. Они обследуют дом 6А на улице Мира. Напомню, 4 декабря в одной из квартир произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП произошло частичное обрушение дома. Эксперты проверят состояние первого и второго подъездов, а также оценят возможность дальнейшего проживания людей. Кроме того, специалисты дадут заключение, можно ли использовать фундамент третьего и четвертого подъезда. Девять дней прошло после трагедии в Нижневартовске. Больше полусотни жильцов лишились имущества и крыши над головой. О том, что происходило в первые часы после происшествия, нам рассказали те, кто участвовал в поиске пострадавших. Михаил Светошев встретился с экипажем аварийно-спасательной службы, который первым прибыл на место. Поначалу специалисты даже представить не могли, что будет значить для всего города этот вызов. Хлопок в жилом доме. Такие сообщения поступают на номер единой дежурно-диспетчерской службы. Виновниками припауха чаще всего оказываются дети, которые балуются с петардами. За четыре минуты спасатели добрались до места происшествия. Когда экипаж оказался у дома 6А на улице Мира, они поняли, что ситуация очень серьезная. Петарды здесь ни при чем. При подъезде сюда уже видели, что есть внешнее разрушение у дома. То, что очень много людей пытаются выйти из дома. Какого-то даже не получалось. Дверь заклинила. Мы открывали двери, помогали жильцам данного дома эвакуироваться. Провели полную эвакуацию. Приверили разведку. Картина была, скажем так, страшноватая. Думать особо некогда было. Взяли инструмент, спецоборудование. Пошли уковырить людей, открывать квартиры, искать пострадавших, кто выжил. Крики о помощи, стоны раненых, деформированные стены подъезда. Луч фонаря еле пробивался через завесу дыма и пыли. Спасение первой найденной пострадавшей занял у спасателей немало времени. Потому что там тяжелое было положение. Сверху лежала перегородка межкомнатная. На перегородке надвисала плита межпотолочная. У нее были там еще зажаты ноги. То, что нам не позволяло ее вытащить. Ну, потихоньку, потихоньку, аккуратно. Боясь, что это все сдвинется, что это пойдет, ну, ее вытащили. Пожарная охрана помогала очень хорошо. Порезали тут забор. Нам надо было под плитой что-то подставлять. Какие-то стойки, какие-то бревна, не знаю, там, чтобы фиксировать это все. Когда спасенную женщину передали медикам, экипаж бросился на поиски других пострадавших. Работу осложнял пар, вырывающийся из разбитых труп отопления и время от времени разгорающийся огонь на первом этаже. И не только это. Было очень тяжело, потому что плиты легли очень. Межпотолочные плиты, они очень тяжелые, большие. И они прямо вот стопочкой легли сверху, между всеми этими. Потом, когда уже определили, что больше пострадавших мы не видим и есть угроза обрушения, дальнейшее обрушение конструкции, начали заниматься самим зданием уже. Всю первую ночь спасатели практически не выходили из разрушенного дома, не отвлекаясь на еду и отдых. Спешили найти выживших. Подъезд представлял из себя сплошной провал. От крыши до первого этажа. Но еще оставались квартиры, где могли находиться люди. Некоторые двери даже получилось так, что, видать, здание чуть перекосило, и буквально соседи там вот с левой стороны квартиры обрушились, а по правой стороне они могли выйти из квартиры. Потому что дверь открывается, а зажато уже перекосило зажато. Ну, плюс те квартиры, все квартиры вскрывали, которые пострадали, то есть со стороны обрушениями. Сегодня экипаж спасателей также находится у разрушенного дома, в более спокойных условиях. Они обеспечивают безопасность специалистов, исследующих повреждения здания, и жильцов, которые приходят в свои квартиры, чтобы забрать личные вещи. А пироги на столе поста спасателей как раз от жителей. Что можем, потому что у нас ничего не осталось. Потому что помогали нам кое-какие вещи забрать, которые как бы остались, проводили за поддержку их вообще. Ну, то есть они нас понимают, что у нас такое состояние, что мы остались практически без ничего. Просто нет слов, понимаете. Это просто чисто им от сердца всего спасибо. Михаил Светошев, Евгений Лоскутников, Сергей Зайкин. Телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Югорчанам нужно одеваться теплее. По данным синоптиков, еще в воскресенье в округ пришла воздушная масса из Арктики и сформировался антициклон. Это вызвало похолодание, которое продлится до середины недели. Сегодня днем по округу температура опускалась до минус 31 градуса. А в ночь со вторника на среду ожидается до 36 мороза. Однако завтра днем начнет теплеть. До 18 декабря включительно в округе установится умеренная морозная погода. Ночью температура будет понижаться от минус 15 до минус 22 градусов, а днем от минус 12 до минус 17. История с похолоданием повторится в начале следующей недели, когда с северо-запада уйдет очередной циклон с осадками. После чего 20 декабря на территорию региона вернется арктическая воздушная масса и сформируется антициклон. Столбики термометров ночью будут опускаться до минус 37. Югра в числе регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Согласно данным Роспотребнадзора, наш округ занимает седьмое место после Тименской области, Ямала, Якутии, Астраханской области, Чукотки, Республики Коми. На прошлой неделе в округе зарегистрировали почти 200 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, а уровень эпидпорога превысил 123%. Рост фиксируется во всех муниципалитетах, за исключением УРА и Кандинского района, где количество заболевших удалось снизить. А вот наиболее сильный всплеск острой респираторной вирусной инфекции произошел в Нижневартовском районе Нягани и Коголым. Что касается гриппа, то с начала сезона наибольшую долю заболевших составляют взрослые. На 49-й неделе зарегистрировано 603 случая в 16 муниципалитетах. По данным лабораторного мониторинга, сохраняется высокая активность вирусов гриппа А. По Ханты-Мансиску вернулся так называемый свиной АН1Н1, который был пандемическим, мы знаем, в 2009 году он появился. Самое грозное осложнение гриппа, в принципе, так как и коронавирусом мы это уже знаем, это развитие пневмонии. Если вакцинироваться против этого штамма вируса, а у нас ежегодная вакцинация, и вакцина включает этот грипп, как раз таки АН1Н1, то даже если он мутировал, все равно какая-то антигенная память, какая-то иммунная память в организме человека будет. То есть защитные антитела. Врачи окружного кардиодиспансера, как и метеорологи, отслеживают погоду. Только не для того, чтобы зафиксировать уличную температуру, а подготовиться к предстоящей рабочей смене. Медики отмечают рост числа обращений за медицинской помощью в период резкого потепления или понижения температуры. В эти дни люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, как правило, чувствуют себя хуже. Одни пережидают недомогание дома, а другим приходится обращаться в скорую помощь. В приемном отделении Сургутского кардиологического центра отмечают, что в обычные дни за сутки в больницу экстренно привозят в среднем 20 пациентов, а при резкой смене атмосферного давления такое количество принимают уже до полудня. В ближайшее время кардиологи ожидают очередной рост обращений. Идет спазм сосудистой стенки, и даже иногда на фоне стабильного приема препаратов получается идет повышение артериального давления, что требует медицинской помощи. У нас, когда мы видим погодные условия, то есть мы прогнозируем, смотрим, всегда, как говорится, отслеживаем погоду, и прогнозируем, что к нам будет большое поступление пациентов. Мы к этому никак не готовимся, мы всегда готовы для оказания экстренной медицинской помощи. Поэтому негативно сказываются, к сожалению, погодные условия. В шести населенных пунктах Югры практически все школьники перешли на дистанционное обучение. Все дело в высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так в Ханты-Мансийске и в Югорске в школу ходят только ученики 9-х и 11-х классов. В Пионерском, Таежном, Алябьевском и Нягоне даже выпускники учатся удаленно. Ограничения продлятся по меньшей мере до конца недели. В других муниципалитетах закрыты отдельные классы и школы. Например, школа-интернат в Сургутском районе и пять общеобразовательных учреждений в Березовском, Нефтьюганском и Кандинском, Ханты-Мансийском, Сургутском районах. Разобщено почти 700 классов в 53 школах Югры. Также ограничения коснулись и детских садов. Образовательный процесс приостановили в 92 группах в 50 детских садах округа. Все воспитанники пока не посещают пять детских садов в Березовском, Нефтьюганском и Ханты-Мансийском районах. 57 пунктов готовы обогреть югорских водителей в морозы. 48 из них стационарные, 8 мобильные и один подвижной. Первые – это автозаправки и кафе, расположенные на трассах. Вторые – палатки из пневмокаркасных модулей. Третий смонтирован на базе автомобиля с высокой проходимостью. Именно в таком удалось отогреться и нашей съемочной группе. Подробнее расскажет Елизавета Гутовская. Перепад температур в 45 градусов – это и неудивительно, учитывая, что за бортом минус 30, а здесь комфортные плюс 15. Мы сейчас находимся в том самом передвижном модуле обогрева. Один из них находится именно здесь, в гараже, просто потому что на трассе пока в нем нет никакой необходимости. И сейчас попрошу рассказать, как здесь все устроено. В данном модуле у нас находится в рундуке сухпайок, вода, стаканы, продукты, которые можно быстро приготовить, раздать людям. В следующем у нас отсеке также находится рундук, в котором расположены постельное пелье, одеяло, подушки теплые для укомплектования лежачих мест. Модуль номер два – столовая. Данный модуль у нас называется столовая для личного состава подвижного пункта управления, в котором находятся у нас умывальник, раковина, шкафы, посуда, также установлен холодильник. Все пункты обогрева и мобильные в том числе уже давно укомплектованы, проверены и готовы работать в случае возникновения ЧАЭС на трассе, например, заторы или аварии. А также могут принять путников, у которых сломалась машина. При подготовке к выезду на трассу человек, водитель, должен понимать, что он везет, во-первых, не только себя, но и близких, родных, детей. Он должен подготовиться к этому, подготовить привычные средства, то есть уложить теплые вещи, подготовить автомобиль, во-первых, утеплить, быть уверенным. Но если получилось так, что на трассе у вас заглох мотор, ни в коем случае не наводить панику. В первую очередь позвонить на телефон экстренных служб номер 112. Мобильные пункты обогрева разворачивают на базе палаточного лагеря, на опасных участках, где отсутствует стационарная инфраструктура, такая как, например, автозаправочные, гостиничные комплексы, мотели, ну и так далее. В случае опасных и неблагоприятных погодных условий, заторов на автомобильных дорогах. Спасатели все время призывают югорчан, не выезжайте в морозы на трассу без крайней необходимости. На это же нацелена и работа госавтоинспекторов. Когда столбик термометра опускается ниже минус 30, на дорогах могут ограничить выезд транспорта. Например, рейсовые автобусы могут выпустить только с сопровождением. А легковушки отправляют в путь как минимум подвое, чтобы была хоть какая-то страховка. Водителям следует понимать степень риска и заранее наполнить багажник полезными вещами. Положить валенки, лопату, газовую горелку. У госавтоинспекторов, патрулирующих трассы, также всегда на готове специальная аптечка. Так, мы расскажем и показываем вам средства помощи водителям при данных транспортных происшествиях. Есть средства покрывала спасательно-защитные от температурных воздействий жары, либо наоборот холода, двухсторонние. Ну и дальше остальные уже идут защита шеи от переломов, укровное одеяло для переноски пострадавших граждан, генты, аптечки. Ух, холодно! Вы замерзли, мы окажем вам помощь. Присаживайтесь. Сотрудники начинают в зимний период работать более активно, больше транспортных средств налет, и водители спрашивают информационно, нету оставшихся транспортных средств на трассе, на обочине просто стоящих. Если есть таковые, они выдвигаются и осматривают данные автомобили на наличии водителя, либо пассажира, оставшегося в машине. Если есть такое, они помогают им, обогревают и убирают его, соответственно, доводят его в город, либо в ближайший населенный пункт. Стоит отметить, что пока на дорогах Югры необходимости развертывания пунктов обогрева не возникало, а вот поддержка госавтоинспекторов некоторым водителям все же понадобилась. С начала декабря на трассах оказали помощь трем десяткам человек. Елизавета Гутовская, Ильдар Муратов, Федор Тюменцев, телерадиокомпания «Югра», Ханты, Мансиск. В Нефтьюганском районе в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба окружной ГИБДД. 25-летний водитель Хонды двигался из Пытьяха в Нефтьюганск, пошел на обгон в зоне действия запрещающего знака. На встречной полосе его машина столкнулась с газелью. Водители иномарки и его пассажир погибли. Водитель отечественной машины и два его пассажира получили травмы. Всего на дорогах «Югры» за минувшие сутки зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали четыре человека. Двое погибли. Полицейские задержали двоих водителей в состоянии опьянения. Четверо отказались от экспертизы. Один сел нетрезвым за руль не первый раз. За выезд на полосу встречного движения к ответственности привлекли 48 водителей, 16 пренебрегли правилами перевозки детей. В «Югре» поймали преступника, который 15 лет находился в федеральном розыске. Полицейские Пытьяха задержали 49-летнего гражданина из Ульяновской области. К слову, мужчина совершил преступление, связанное с незаконным производством избытов наркотиков. Ему грозило от 8 лет лишения свободы. Однако с 2007 года злоумышленник скрывался, жил по чужому паспорту. В настоящее время задержанный передан инициатором розыска для привлечения его к уголовной ответственности. О других новостях, которые обсуждают в интернете в нашей постоянной рубрике «Югра онлайн». В Хантамансийске наградили победителей регионального конкурса «Вкусы Югры». Наибольшее количество голосов получил сургутский хлебзавод «Бояр». Предприятию вручили сразу 4 диплома за продукцию из пшеничной и ржаной муки, а также 4 сертификата общим номиналом 140 тысяч рублей. Еще одним лидером стало фермерское хозяйство «Мардер» из Нижневартовского района. Предприятие завоевало награды во всех молочных номинациях. Напомню, что призовый фонд конкурса составлял 1 миллион рублей. Победители окружного конкурса выступят на федеральном уровне и станут участниками «Вкусов России». В Нижневартовске модернизируют светофоры. На дорогах города устанавливают дополнительные секции белолунного цвета, на которых изображен силуэт человека со стрелкой. Такие нововведения будут напоминать водителям о необходимости пропускать пешеходов при повороте, а также призваны сократить количество автомобильных пробок. В Мегионе появится новая зона отдыха. Речь идет о мегапарке, на территории которого расположится коллариум-кафе, сцена для творчества, детская игровая площадка и пункт проката спортивного инвентаря. Кроме того, на общественной площадке разместятся три барбекю-зоны и пир с ротондой. Добавлю, что обустройство парка проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Накануне проделанную работу оценили представители надзорных органов и общественники. О его подвиге будут помнить всегда. В 19-й школе Сургута увековечили память военнослужащего Михаила Волкова мемориальной доской. Молодой человек героически погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Сургутянин окончил 19-ю школу в 2017 году. Период обучения входил в состав военно-патриотического объединения, совет старшеклассников и постоянно участвовал в спартакиадах. В 2021 году молодого человека призвали в армию, а в 2022 он решил пойти служить по контракту. Михаил Волков участвовал в СВО и погиб в марте этого года. Посмертно Сургутянина наградили орденом мужества. Пришедшие на открытие доски сургутяне возложили цветы к мемориалу и почтили память минутой молчания. Готов был прийти на помощь в любую минуту. Мы очень гордимся тем, что наша школа, в которой он учился, открыла памятную доску. Предложения молодежки войдут в приоритетный проект «Югра для молодых». В Сургуте завершился фестиваль «Кому надо». Это площадка, которая объединила творческую молодежь всего округом – 160 человек из 10 муниципалитетов Югры. Среди них начинающие музыканты, танцоры, спортсмены, модельеры, урбанисты и графические дизайнеры. Они объединились в команды, чтобы создать новые сообщества. За три дня молодые люди придумали и отрепетировали новый танец, устроили между собой зажигательный батл. А в соседнем помещении любители скейтов и самокатов помогали друг другу освоить новые экстремальные элементы и зрелищные трюки. Итогом креативного форума стала защита проектов. Модельеры и дизайнеры представили свои вариации брендов и логотипов для местных общественных организаций. Танцоры и музыканты показали танец и песню, которую придумали в течение дня. Участники мастерской предложили свои идеи в стратегию развития Югры. Мы взаимодействовали и с художниками, пересекались с ними на площадке, и взаимодействовали с танцорами. Мы все перезнакомились. Это форум, это синтез. Такие площадки, они как раз и создают возможности для коллаборации, потому что здесь уже у нас музыканты объединились с танцорами. Те, кто занимается спортом, объединились с теми, кто делает стрит-арты. На самом деле это здорово, что они взаимодействуют, общаются, потому что то, что они делают вместе, это всегда более лучший и качественный продукт, чем каждый в отдельности. В Нягонь возвращается Серебряный век. Пока только на три вечера. Но в театре юного зрителя обещают, что поэтическая атмосфера останется в Нягоне надолго. В Тюзи готовят необычный концерт, который останется в репертуаре. Постановку назвали в честь нескольких поэтических объединений начала 20 века, цех поэтов. Артисты театра будут декламировать стихи Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Николая Гумилева. Некоторые произведения прозвучат в виде песен. Создатели спектакля обещают, что стихотворения приобретут современное звучание благодаря необычным аранжировкам. Зрители познакомятся не только с творчеством поэтов, но и лучше узнают их личности. В концерт вплели дневниковые записи и письма литераторов. Премьера концерта цех поэтов состоится 15 декабря. Поэт должен быть живым не только в жизни, но и на бумаге. Даже почерк может выражать настроение автора. Я очень доволен своим результатом, попаданием в десятку. Так Сергей Устюгов оценил свое выступление на третьем этапе Кубка страны, который сегодня завершился гонкой преследования классическим стилем в Чусовом. Устюгов вышел на старт вторым, но не смог удержать позицию и финишировал шестым. Победу в пассюте одержал Александр Большунов. Напомню, что ранее Сергей Устюгов стал первым в спринте и седьмым в коньковой разделке. Эти старты стали первыми крупными соревнованиями для югорчанина в этом сезоне. Более того, спортсмен не рассчитывал на участие во всех трех гонках. Следующий этап пройдет в Кирово-Чепецке. Там Сергей Устюгов выступит только в спринте. Я очень доволен своим результатом, попаданием в десятку, точнее, итоговое свое шестое место. На самом деле приезжал, хотел бы участвовать в одной гонке, но так сложилось, что принял гонки, принял участие во всех гонках. Чем доволен? Так что всем спасибо. Увидимся в Кирово-Чепецке. Туда я приеду точно выступать только в спринте. После нее я уеду домой. В декабре самое время подвести итоги уходящего года и задуматься о будущем. Как не спустить все премии на праздники и подарки, а приумножить свои накопления и получить максимальную выгоду, знают в финансовом учреждении. Сезонные вклады – безусловный тренд уходящего года. Они отличаются повышенными процентными ставками и выгодными условиями размещения денег. Вклад «Зимний» с доходностью до 8% годовых и розыгрышем дополнительной повышенной ставки приготовил своим клиентам к Новому году банк «Открытие». По сезонному вкладу «Зимний» мы предлагаем клиентам не только выгодную базовую ставку, но и возможность выиграть дополнительную надбавку в размере 2,3% пункта. Таким образом, максимальная ставка по вкладу «Зимний» может составить 10,3% годовых на весь срок размещения депозита. Победителем розыгрыша в преддверии наступающего нового 2023 года станет каждый 23-й вкладчик. На сегодняшний день мы провели первый розыгрыш и уже более 200 вкладчиков получили повышенную процентную ставку. Еще два дополнительных розыгрыша пройдут 15 декабря и 11 января следующего года. Оформить рублевый вклад «Зимний» с выплатой процентов в конце срока в банке «Открытие» могут как новые, так и действующие клиенты до 31 декабря 2022 года включительно. Минимальная сумма депозита – 50 тысяч рублей. Я уже не первый год клиент банка «Открытие». Мне нравятся продукты банка и сервисное обслуживание. Приложения от банка сейчас особенно актуальны. Можно на долгий срок зафиксировать доходность и не переживать за сохранность средств. К тому же хочу поучаствовать в розыгрыше повышенной ставки. Надеюсь, что мне повезет. Базовая ставка по «Зимнему» составляет 7,6% годовых при размещении средств на 7 месяцев и 8% годовых на 13 месяцев. Участие в розыгрыше повышенной ставки могут принять все клиенты, которые откроют вклад «Зимний» на сумму до 3 миллионов рублей. Открыть депозит можно онлайн в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах открытия. У меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра».